Врядки нарушения при оформлении госзакупок и земельных участков, незаконные банковские счета госслужащих. На пресс-конференции в прокуратуре республики рассказали о борьбе с коррупцией. Резонансными в республике стали дела по точечным застройкам в северо-западном районе Чебоксар. Правоохранительные органы тщательно рассматривают каждое обращение. Так, в ходе проверок прокуратура выявила нарушение закона при оформлении участков рядом с теплицей на территории 27-й Чебоксарской школы. В начале лета мы рассказывали, что жители близлежащих домов против строительства многоэтажки между образовательным учреждением и детским садом. Оказалось, что заместитель главы администрации по вопросам архитектуры и градостроительства города Чебоксары, несмотря на явный конфликт интересов, подписал разрешительные документы. Не урегулировал конфликт интересов, возникшийся с тем, что названное должное лицо согласовало проект постановления в земельной сфере, в котором создавались более выгодные условия для юридического лица, одним из учредителей которого являлся его супруга. То есть это прямой конфликт интересов. В такой ситуации необходимо было подавать уведомление о возможности возникнуть задавления, чтобы работодатель его урегулировал конфликт и поручил согласовывать и проверять обоснованность законности проекта постановления именно другому должному лицу, а не лицу, у которого есть прямая заинтересованность в том, чтобы это постановление издавалось. По данным правоохранителей, фирма-собственник земельного участка, на котором находится непосредственно сама теплица, уже не намерена возводить там жилой дом. Особое внимание прокуратура республики уделяет справкам о доходах и расходах государственных и муниципальных служащих. Они должны отчитываться о крупных сделках, совершаемых как ими лично, так и их супругами за последние три года. Это делается для того, чтобы избежать легализации незаконно нажитых денежных средств. А именно сам служащий обязан доказать законность источников дохода, за счет которых приобретено продукное имущество. Это может быть недвижимость, это может быть автомобиль. Процедура контроля за расходами государственных и муниципальных служащих будет ужесточаться. Незаконно приобретенное имущество в таких случаях будет переходить к государству. Татьяна Трофимова, Валерий Резюков, Республика.